здорово мужики чё телегу у нас забираете чё зацепиться не палец менять у вас на три с половиной пойдем покажем седло на три с половиной ну видишь какой диаметр сразу большой отсюда это вы на мане до приехали 4 даже ну и чё как маны месяц ну и как за месяц ты чё-то отвалилась хоть нет обидно даже урала бы чуть отвалилась наверно за месяц до вас есть сказка да по сравнению с камазом камазом не сравнить отчет камаз рядом стоял о чем к . масс лучше до манска базов рядом не стоял я бы подозревали иван расскажи чего чего хорошего более крепкая ходовая во-первых все более усиленные чем на камазах бортовые стоят хорошие чем же гулять бортовые редуктора а как ты знаешь что они хорошие ничего не ломались ну потому что пройденный уже этап ну тогда ты рассказываешь что ты значит вот эта машина месяц у вас да вообще нам на мане ты уже давно работает ты на камазах а кто на манера вы ты на манера ватя как зовут влад вот иван и ладно расскажи про манатом ты у нас получается нам на камазе то на каком работаешь 16 65 117 65 115 везде хонах 44 108 а ну то есть и на 6 на 4 на 6 на 6 получается поработал да а этот у вас получается полноприводный до 6 на 6 ну понятно что он покрепче у него у него классы грузоподъемность другая у него нагрузка-то на седло этого сколько 90 тонн это полная масса автопоезда у него мужики сказали что камаз он рядом с маном не стоял то есть камаз лучше давай пойдем другой ман покажем наш новый проект прицеп бензовоз получается раной крепление бочки на лентах подвеска бпв пневматика на пневмоподвески такие прицепы мы с тобой уже снимали не раз то есть это уже новинкой назвать нельзя это уже продолжение той темы которую мы уже давно развиваю 12 кубов бочка 12 метров кубических вот двухсекционная у нас сливные краны значит два ящика то есть в одном ящике у нас очевидно zip вот он смотри на цепочках как сделали в свое время это подсказал клиент чем удобно то что можно выкладывать и сюда полочка вот и вот тут наверное управление донными клапанами ну так и есть вот она управление донными клапанами если кто-то готов как бы платить за нержавеющий рукав там небольшую разницу то конечно же мы сделаем ну раз мы сзади подошли вот интересно смотри сделали обслуживающую площадку я думаю что это уже родилось как бы не как необходимость вообще странное решение ну-ка друзья машина полноприводная или нет пойдем посмотрим мужики это ваша машина да я а она чё 6 на 4 4 4 изначально должны были еще укоротить раму но решили этого не делать потому что вырисов учился ман запрещается делать а это это ман запрещает да то есть по окончании гарантийного периода запаску сюда можно засунуть до зачем в принципе да колесная формула по бездороженого ездить не будет машина по асфальту то принципе за нет нет но я к тому что средства все равно сама бочка маленькой прозрисовки назад сделать нельзя а чтобы залезть на бочку лисе все не будет ну а ман получается запрещает запрещать звуку связываться там вообще там лишние отверстия какие-то сверлить еще что делать и поэтому решились таким каким путем прийти да он запрещает если гарантия до хочет была гарантия соблюдена да то есть на раз после гарантийный период чего хочешь то и делай так тут так тут узел выдачи находится значит но я других объяснений не нахожу посмотрим как мне ольга удачно давно так чуть не сломал еще одна да еще одна замет это запаска ребята в этот раз лучше сделали помнишь мы тогда на бочке на красный где-то пытались открыть я прям вот сейчас подобрали вообще идеально и кинематику подобрали получается и эти подобрали идеально просто ну очень классно просто закрываешь надо немножко придерживать неплохо сделано я то а я вчера упал не на рыбалку пошел на рыбалку вышел из машины в темноте еще на рыбалку приехал и там колея была у меня нога подвернулась я ногу подвернул свалился и упал еще до ловли рыбы я такой лежу и думаю упал блин ну другое слово блин думаю рыбалка накрылась потом про себя мысль такая была нет настоящие рыбаки не сдаются так но как нам объяснили уже собственно из-за того что man запрещает вносить изменения в конструкцию своей рамы значит мы вынуждены были таким образом обыграть в принципе конечно значит машина на пневмоподвеске поэтому она сейчас так опущена то есть она в рабочем состоянии приподнимется и вот этот свес задний он ну будет не такой критичный как если бы это был бы вездеход конечно если был бы вездеход но это было бы не очень хорошо а в данном случае ну то есть это родное шасси это самим маном был предусмотрен такой сез то есть это не мы сделали он уже такой был это штатное место для запасного колеса это штатное место значит заднего противоподкатная брус противоподкатного бруса и штатный соответственно фаркоп смело электро воды мы просто поставили сюда бочку 15 кубовую для того чтобы были идеальные разрисовки и таким образом обыграли площадку еще особо у него грузоподъемность у шасси это вообще 24 ну при такой длине чуть сюда можно воткнуть принципе контейнеровоз получится погрузочная высота небольшая здесь по габаритам вверх влезет ну данном случае мы топливозаправщик сделано рефрижератор какой-то фургон еще подойдет магниты но вот в рефрижераторный фургон то есть магнит я почему подумал свес большой к ним подвеска справедливости надо заметить у самого манал смотри рычаг как низко расположен это вот как раз стабилизатор поперечной устойчивости лишь как низко но приподнимется когда она чуть-чуть это подушки накачает вам при поднимется конечно я просто смотрел думаю насос у насос получается нормально расположен потому что есть более низкие точки бак алюминиевый классный причем бак интересную в алюминиевый бак под топливо здесь же сбоку варен я так понимаю под ночевину бак ну вот тоже обратите внимание как закрыта значит получается коробка коробка переключения передач сверху вот такой вот такая пластина царик у них интересно сделал нижний бампер они обратили на это внимание вот он металлический цель на металлический мощно да вот это вот штука лишь как бы нижняя губа у бампера сделано железно аккуратно сделано но вот мы были с тобой в мерседесе который камаз 65 206 конечно камаз 65 206 лучше и мужики нам сейчас на улице сказали что ни в какое сравнение вообще камаз с маном не идет камаз однозначно лучше анекдоты в общем прислали нам подписчики так что собрали мы все в кучку имен не помним только анекдоты но это наше упущение будем исправлять промолчать будешь казаться умнее это не тот случай отвечайте на билет видимо студент сказал людоеды развели костер чтобы приготовить завтрак своему вождю там петличку сегодня мы должны были зажарить красивую блондинку внезапно прибегает слуга и кричит стойте стойте вождь велел подать завтрак сырым и в постель в россии если человек с рыбалки возвращается трезвый и с рыбой то он считается браконьером просыпается паренек в больничной палате от звонка телефоном алло доброе утро это ваш лечащий врач что с моими анализами доктор ну без обедняков у вас нашли сифилис дифтерис карлатину чуму оспу ветрянку спит ну так делайте что-нибудь лечите да не волнуйтесь все в порядке все по плану вот сегодняшнего дня вам назначена блинная диета как-то завтрак блины обед блины и ужин блины а помогут блины то не знаю но это единственное что может под дверь пролезть сегодня боятся все раз хорошая новость власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных котировок и опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке до абсолютного минимума за последние четыре года но есть минус это в китае жизненный анекдот на сегодняшний день цены на нефть растут нам объясняют что цены на нефть растут поэтому растет бензин до цены на нефть падают нам объясняет что ну раз там цены падают нам как-то надо компенсировать падение цен на внешнем рынке и цена на внутреннем рынке на бензин опять растут логично как выходные провел на зацени видяху со мной но это фото где-то на диване лежишь это видео неподвижно лежал на диване сегодня зашел в парикмахерскую побриться и парикмахер попросил меня положить в рот деревянный мячик чтобы лучше пробрить щеки я ему говорю а если я его проглочу ничего страшного принесете на следующий день как все делают вот этот вот этот можно я тоже прочитаю ваш банк дает кредиты под честное слово без проблем а если я не верну вам будет стыдно перед всевышним когда предстанете когда это еще будет вот если пятого не вернете шестого предстанете перед всевышним в пять часов утра жена стала с постели и пробралась чулан там она разбила молотком катушки от спиннингов сломала колено удочки облила кислотой лески и поплывки разрезала ножом резиновые сапоги потом она неслышно легла в кровать и нежно прижалась щекой к плечу мужа жить и оставалось не более часа вообще это неправда анекдот потому что знаешь почему начали в пять часов утра жена встала с постели обычно рыбаки настоящие уже до 5 утра уже рыбачат не еще значит такой грустный анекдот про рыбалку же тоже не отсюда и такого помню мужик зимой утром ну собирается на рыбалку все собрался ушел значит вышел у подъезда за ним должны были друзья приехать но стоит стоит друзья не приехали но видимо холодно это еще в 100 старый советский время видимо телефонов него но он возвращается обратно прыгает в посетку бы холодно горит жена такого холодно а мой то дурак на рыбалку поперся чемпионат по зимней рыбалке на седьмой день был закрыт бригады наркологов у меня товарищ я сам на одно озеро уехал он обычно со мной ездит а тут он уехал на соревнования озеро у нас есть такой колды еще название колдырить поехал да соревнования проводились я уж там не знаю я сам не спортсмен я так любитель вот он уехал спорты что-то проводятся соревнования и там областные российские да он судья товарищами да это все он уехал судить и он прислал такую фотографию на второй день это из той области лучше бы я сдох вчера в общем на этой позитивной ноте подписывайтесь на канал урал спецтранс подписывайтесь на канал присылайте свои анекдоты мы будем отбирать лучше и будем их зачитывать и говорить кто прислал собственно лучший анекдот у нас есть группы в одноклассниках вконтакте в инстаграме в твиттере телеграме есть у нас кстати их телеграме тоже есть чего-нибудь надо сделать надо сделать если идет всем пока всего доброго до свидания